изображение панорама есть на очереди видео и вим не смотрели первую часть ссылка на готове и ждет вас смотрели тогда продолжим разбирать экспорт и обо всем поподробнее всем привет с вами джоник x заходим в media media видео видео оно состоит из create создать и edit редактировать эти здесь выполняет функцию создание фильма из нескольких частей как в люме заходим create жмем create clip создать клип автоматически появился первый кадр будет ли он конечным или начальным зависит от выбора плюсов если слева то конечный если справа то начальный пусть будет началом ролика меняем положение камеры и жмем на плюс справа ролик готов инструменты редактирования клипа идентичны тем что были представлены в изображении изменить ракурс начале или конце не создает особого труда выбираем новый ракурс и обновляем картинку однако помимо этого для видео добавлено изменение времени суток все делается очень быстро в начальном кадре устанавливаем день в конечном ночь clip length длина клипа всегда показывает одну длину 10 секунд независимо от количества ракурсов камеры будь то 2 или 20 длительность при этом также можно изменить выделив число и введя вместо него требуемое more больше здесь их два в отличие от изображения more который находится под ячейкой с клипом открывать доступ к инструментам меняющим весь ролик more что находится под каждым ракурсом открывает доступ к инструментам только этого ракурса иными словами выборов в одном кадре зимнюю погоду а в другом допустим летнюю получим плавное изменение времен года примере это будет выглядеть таким образом это касается и освещения и настроек камеры by motion передвижение по сцене не буду вдаваться подробностей так как их здесь нет присутствуют все те же инструменты что и в изображении после подготовки материала к экспорту переходим к самому экспорту начнем с изображения выбираем фото можно выбрать несколько столько и будет на выходе заходим в настройки more 3d mode 3d режим ставим off выключить кроме тех у кого есть 3d очки max reflection максимальное заражение минимум теней и максимум блеска max lighting максимальная освещенность снижение затемнений примеры студию панорамы настройки more практически идентичны настройкам изображений за исключением замены max reflection максимальное отражение 360 градусным разрешением из доступных вариантов 2 4 и 8 к связано это в первую очередь тем что сама в себе панорама захватывает куда больше сцены а 360 градусов и подавно отсюда и больше требований к разрешению видео возможно один из интригующих вопросов среди пользователей по крайней мере комментариях точно обозначился как таковой после выбора одного или нескольких роликов откроем настройки more формат вывод ролика как один видео файл или группа изображений зайдем еще один more здесь выбирается частота кадров мод режим стандартный pd 3d 360 градусная и 360 градусная 3d 360 не активен так на выводе будет стандартный формат видео max reflection максимальное отражение и max lighting максимальный освещенность были рассмотрены ранее beam motion прогулка по сцене заходим в настройки more перед нами три инструмента media list список медиафайлов free right свободное перемещение по сцене и physics физика или притяжение media list здесь выполняет функцию точки обзора сцене free right ходьбу по сцене с физикса непонятно но примеры в студию что ж когда все приготовления уже сделаны пора и приступать к рендеру старт экспорт начать экспорт и тут я должен сказать два момента которые могут помочь всем пользователям чьи рендеры выдали ошибки или на выходе получился испорченный материал первое пути к файлу не используйте кириллицу только латиница или цифр второе не используйте слишком длинный путь оптимально рендерить в корневую папку диска данные советы построенные из проб и ошибок признакомься с twin motion на этом же вторая и незаключительная часть подошла концу понравилось видео ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить новые выпуски остались вопросы пишите в комментариях что вас интересует всем спасибо за внимание и до скорых встреч